Продолжение следует... Ребята, я в шоке. У меня мир перевернулся. Мой мир никогда не будет прежним. Я разочарована в идее отбора. Ну как так? Ну как так? Вы посмотрите, кого выбрали отбором. Мелодия фестиваля, на которой я равнялась, на которой призывала равняться всю мировую общественность, закончилась тем, что выбрали Полину Гагарину 2. Ну что ж, скажите мне, что из финала, что некого было больше отправить, что ли? Не за кого было проголосовать, а Доттер? Ну было, конечно. Просто надо понимать, что, мне кажется, если дело касается шведов, то у них свой особенный вкус. И они в десятом только, в десятом случае думают о том, что это же еще и на Евровидение отправлять. И они поэтому вот как-то высказывают свое абстрактное такое мнение, и получается то, что получается. А мы думаем, да как же так? Вы что, у вас была Доттер? У вас в кармане была победа? Ладно, хорошо. Норвежцы. Тикс. Да? Неожиданно. Неожиданно. Это там у них кайну были, понимаете, в отборе. И после этого мы всем, значит, рассказываем, что отбор это классно. И главное, знаете, чем бы все это не закончилось, все равно народ будет недоволен результатом. Знаете, что я еще поняла, когда мы работали, кстати, над репортажем по поводу отбора? Что российские артисты, все, даже Киркоров, которые у нас, извините, Евровижн, Дрим Тим, ничего не знают о Евровидении. Кроме того, что они просто за ним не следят. Ну, то есть людей спрашиваешь, а вот что вы там? И все начинают вспоминать, кто там от нас на Евровидении когда ездил. И дай бог вспомнит про Билановский победный номер и вообще, что он ездил два раза. А так начинается... Начнешь копать глубже, и ты понимаешь, что российским артистам Евровидение вообще не интересно. Ну вот согласитесь или нет? Да, это правда. Ну то есть они вообще не еврофаны. Мне кажется, у нас в принципе осведомленность о конкурсе такая относительно низкая. Поверхностная вообще. Да. И у всех ассоциация, что это Лорди и Кончита. Особенно Кончита, да. Не существует победителей, как бы. Давайте вот что сделаем. Давайте мы придумаем жанр, при котором к нам в гости будут приходить люди не из Евровиденной тусовочки. Это звучит очень интересно. Ну вот сейчас у нас будет как раз такой гость. Он офигеет, когда он это увидит. Ждем Леху Житковского, но сейчас он... Сейчас он появится. И все умри все живут. Туши свет, сливай воду. Как, девочки, репетиция проходки на случай, если мы увидим бывшего? Сильная, уверенная в себе и... Я не понимаю, я то ли в злости, то ли я в страданиях. Официант, простите, а чем воняет? Так, берем тебя в руки и становимся секса. Можно меня куда-нибудь пересадить? Я правильно понимаю, Леш, что ты не знаешь о Евровидении ровным счетом ничего? Я не то, что не знаю о Евровидении ровным счетом ничего. Я просто не слежу за этой всей историей. Раньше у меня в далеком детстве было, что родители включали там на первом канале. Вот мы все смотрели, мне было интересно, только тогда я узнавал каких-то вот артистов, которые потом появляются, знаешь, уже потом на радио и так далее. Я думаю, где это я слышу, как Светлана Лобода, например. В прошлом году кто у нас выступал? У нас никто не выступал. Литл Вик должны были выступать, на Евровидении отменили. Ааа, я не в курсе. Я, видишь, я такой вот церковная мышь. Не вылезаю вообще из норы, просто думаю, боже, боже. Ну ладно, сейчас это все увидим. Итак, мы решили, Леш, подобрать тебе, как это называется, ну самое мясцо, буквально. Из-за артистов, которые выступают в этом году, очень долго с парнями обсуждали и решили, что начнем с группы Ураган. Харикейн. Ее. Ну все, на старт, внимание, маш, друзья, смотрим. И Леша реагирует. Леша реагирует. Очки Гучча. Молодец. Боже, как роскошно. Это просто все и сразу на себя. Немножко на Рево похож, да, здесь был мальчик? Мы вообще подозреваем, что ты он. Это я, смотри. Подожди, где? Ну я в платье, это я, посмотри, я чистый язык вот этой тусовки. Вот это гучачки. Нет, нет, они уже были. На Рево похож вообще пиздец, да? И такая жена его Анжелика где-то. Не знаю, какое-то такое, вот знаешь, цыганское барокко. Слушай, а кто тебе больше нравится, беленькое, черненькое или рыженькое? Черненькое похоже на Николь Шерзингер в очках немножко. Есть такое у тебя? Это вот, которое как раз Саня Вудча начинка. Вот, вот это, которое посередине. Чем-то похоже на Николь Шерзингер. А это на Анастасию Стут. Слушайте, в целом красивая картинка, но вот эти вот принты животные в ярких кислотных окрасках, не знаю, для меня как-то животный принт, это вообще такая, знаешь, вещь очень интимная, потому что он бывает разный. Он бывает такой, который выглядит дорого, а бывает такой, знаешь, такой мелкодисперсно наебанный, и непонятно вообще, ну как бы хочется быть дорого, но получается недорого, знаешь, вот это вот эта вот ситуация, когда типа, ну вот как-то не знаю. Ой, я так рада, что я сегодня не пришла в леопердовой рубашке к тебе. Слушай, ну не знаю, вот как-то все, картинка в общем ничего, но вот когда все вблизи, как-то вот знаешь, так вот немножко дешево. А песня вот эта, ты бы стал бы такое зажигать в ночном клубе? Нет, ну это, во-первых, на сербском, как я понимаю, да, или нет? Если только все, в дешевом клубе. Мне вообще, на самом деле, знаете, ребят, не очень понятно наебровидение, почему, вот как бы если бы я был артистом, я бы делал, наверное, песню на английском, на международном языке, чтобы это мог понять каждый человек. То есть, да, когда судьи сидят, английский понимают все, сербский понимают очень маленькое количество людей, и смысл песни не очень понятно. Вот и мне сейчас, да, и я думаю людям, которые будут все это судить, поэтому они все такие танцуют, все веселятся, а хуй пойми, что там имеется в виду, о чем вообще эта песня, да, она помотала головой, что это было, да? Я бы делал поэтому на английском языке, но... И следующая песня будет наша, чувак, тоже на русском. Я не знаю просто, по какому критерию оценивают в Евровидении. Там получается голос, картинка и движение, ну, грубо говоря, правильно? Никто не знает, как оценивают. Вот это вот сидят эксперты, и даже они не могут тебе ответить на вопрос, как оценивать на Евровидении, по каким критериям. Люди голосуют, и голосуют жюри в каждой стороне. И вот чего им там как голову взбредет, и плюс это все еще же суммируется каким-то образом. Просто типа, как мы сейчас сидим. Да, да. Понимаешь? То есть нет такого там типа, Машка, вот она классная, ну да, она классная, поставим ей 10 из 10, и я 10 из 10. Ну жюри так работает, да. Ну, скорее всего, так именно работаешь. Боже, мы открываем маленькие секреты этой большой заграничной жизни. Слушайте, ну, этому клипу мы ставим баллы по 10-бальной оценке. Ты хочешь ставить баллы? Давай, давай. Давай, у нас будет 10 балл. Значит, смотри, смотри, какая 10 балл? Мы на Евровидении, там 12 балл. А, 12 балл. Значит, 8, 10, 12. Почему именно 8, 10, 12? Потому что от 1 до 8 ставится без объявления голосов, для краткости. Так-то ставится от 1, ты можешь... Я бы поставил просто 6. Опаньки, девочки, вот такие пироги. Я бы 6 поставил. Группа Hurricane's песни Local. Это много или мало? Это так себе, знаешь, серединка на половину. Ну, по 10-бальному... Мне нравится просто такая картинка. Это, да, это немножечко дешево. Да, это не вызывает таких эмоций в стиле «Господи». В стиле клип Кристины Агилеры, помните? Вот, где она была в таком вот цыганистом образе. Но у нее было дорого. А здесь вот как-то все понагил бы. А еще очень важно, в каком году это было у Кристины Агилеры. А сейчас мы в 21-м. Где-то ты прав. Да, согласен. Давай поставим тогда 5. Лешка. Да, ты вот меня перед 5 ставим. Вот человека. Слава богу, я не в жюри, да? А с другой стороны, может, оно ничего. Ужас. Молдова, Молдова. И где она? Наталья Гордиенко. Боже мой. А это как тебе? Слушай, а я не понимаю, у всех типа вот эти вот зализанные мальчики сейчас типа вот в тренде опять? А ты мне объясни, нет? Смотри, опять мальчик такой типа. А вот эти ножки, как тебе? Слушай, ну это выглядит так вот, знаешь, конфетно. Клипка типа Эрю. Она выглядит так достаточно конфетно. По молодоскому бюджету. Она, знаешь, не вызывает такого. Вот она не пыталась сделать из этого, из своего клипа на песню какой-то, знаешь, вот такой вот бал маскарад. Она такая решила показать. Ничего лишнего, знаешь? Да смотришь только на нее. Она в этом пенюаре цвета бирюзы, понимаешь, как у бабушек кольца. Пенюар цвета бирюзы. Она такая ножки, туфельки. Ни на кого больше, кроме нее, не смотришь, знаешь? Бабок вложили, наверное, уйма, да? Ну а в бюджетах, да? Или прострадился? Давайте похвалим. Вот этот кадр точь-точь не притекли. Да, тоже об этом думаю. Шансы… Слушай, ну все друг друга, понимаешь, все друг друга что-то там это самое… Ну а песня как? Пизда. Пизда. А мы не слышим песню, дайте, пожалуйста, поговорить. Знаете, я могу сказать, что на Евровидении, на самом деле, все такие вот хиты, мне кажется, минутные. Вот я не помню ни одной песни, которая была бы, вот, знаете, постоянно в ротациях нон-стопом, вот какая-то, которая выиграла на Евровидении, они как бы такие больше на вирус, мне кажется, нацелены, чтобы запомнилась вот эта страна. И все, нет такого… Это, кстати, хороший поинт, да. Что хитов на Евровидении… Хитов на Евровидении, мне кажется, нету особо таких. Ты видел, что произошло только что? Она оторвала его половину лица. Да. Слушай, ну это миленько, why not? Вот. Ну, смотри, она ест уже, боже мой, какая концепция, она ест пирожное, это типа его, он, боже мой. Слушай, ну ладно, ничего. Вот последние кадры тебя переубедили, да? Нет, мне в целом нравится это снято вкусно. Я смотрю, Леха Житковский скоро окажется, как это называется, в грин-руме, в команде саппорта Натальи Градиенко с Филиппом Киркоровым. Ну, я не знаю, я посмотрю, может быть, может быть, если пригласят, конечно. Слушай, в целом, мне на самом деле приятно выглядит все, в общем, ну да, конечно, немножечко где-то слизано, все мы это понимаем, но синий без греха. Поэтому можно смело ставить, давай ставить восемь. Восемь? Восемь за картинку. У тебя какая вообще музыка нравится? Слушай, я абсолютно меломан, у меня от Анны Германа до, господи, прости, там, я не знаю чего, до какого-то жесткого хаоса. Мне нравится абсолютно все. Я не люблю единственный рок, это не мое. Техно тоже не мое. Вот всякий там хаос, там вот это вот старорусские песни. Я люблю, например, Кадышеву. Мне тоже нравится. Слушай, а ты в караоке, наверное, просто бог. Нет, я ненавижу петь в караоке. Серьезно? Нет, это какое-то воспаление себя. Мы не певцами родились, и слава богу. Слушай, ну что, голоса нет, слово на ухо наступило. Я могу там где-то, знаешь, с друзьями посидеть, но без микрофонов. Так подпеть за кадром. Бабка, ее ноги, ее ноги идут по дороге, и бабка, ее ноги, ее ноги идут по дороге, бабки, ее ноги, ту-ту-ту-ту-ту. Ну понимаете, да? Ну ничего тогда. Представляю, караоке, вечеринка, Леха с микрофоном, Кадышева. Слушай, мы тусовались с друзьями в караоке у нас в Питере, в таком приличном достаточно клубе. И мы стали просить ставить блатняк. Типа, я вороваек там люблю еще. Знаешь, там, хоп, мусорок, тире-пыра. В общем, нам не разрешили. Я понял, что типа, ну, мне не весело, это не мое. Не разрешили сказать, что по регламенту заведения, мы, к сожалению, не имеем права ставить такие песни. Как хорошо, что ты в Москву приезжаешь довольно часто. У нас тут есть заведение, где ставят вороваек. Ну это супер, я загляну. Ну и тем дабы, адресок. Хоп, мусорок, дай адресок. Да, не шей мне срок, машинка зинкера и голову. Что-то упало просто. Слушай, ну это самое. А Россию когда будет смотреть? Хочешь сейчас посмотрим? О боже. Второе падение. Россию хочу, мы с Манижей болтали в клабхаусе. Она такая очень, девчонка интересная. Я хочу посмотреть быстрее, что она. Ну-ка, ну давайте же. Слышите, ну а что ждать стала и пошла это в моем стиле? Я не сомневалась, что тебе зайдет. Так, подожди. Слушай, хорошая песня. Мне кажется, ты бы отлично это зачитал. Мне нравится вообще. Костюм я бы единственное другой, она в таком будет? А я не знаю, потому что это выступление на дворе. Вот по костюму я бы другое ей сделал. А что бы ты сделал? Я бы сделал ей костюм, знаешь, в каком стиле? В стиле, потому что здесь и русские мотивы, и такие рэп. Я бы смешал русский стиль с рэпом, с каким-нибудь таким барокко. Чтобы она сначала такая как рэперша, а потом хоп, и вот на этом припеве она такая стала уже русская дива. Знаешь, и пошла там, улетай на крыльях ветром. Вот куда тебя занесло-то. Ну да, ну да, я бы так сделал. Надо сказать, что ты готов предложить свои услуги стилистам. Слушай, ну у нас как обычно, у нас же, понимаешь, очень редко так бывает, что мы сразу любим своего участника. Такие мы, понимаешь? Да. Ты имеешь в виду наш народ такой? Ну у нас так получается, что когда выбрали бурановских бабушек, я помню, как их активно поливали в прессе, а когда они заняли второе место, все такие, о, бурановские бабушки, какие классные. Слушайте, ну я вам могу сказать, что люди все вообще, в принципе, это же не какой-то бриллиант, не долларовая купюра, да, ну как бы не могут всех любить. Ну поэтому, как бы, очевидно, что я уверен, что вы и в маниже сторону сто процентов есть какой-то хейт, и я думаю, что он необоснованный, и такой вот, знаешь, обосвенный, лишь бы тяпкнуть, сто процентов. Ну я не знаю, какой должен быть человек, и мне кажется, единственное, кого бы реально не хуесосили, если бы поехал на Евровидение, например, Алла Пугачева. Вот если бы она поехала, никто бы слова плохого про нее не сказал, потому что это человек со статусом, с именем, это человек уважаемый, это человек еще из того времени, это человек с голосом, все понимают, что это талант, русская Мадонна, ее бы, мне кажется, не стали ничего бы про нее писать. Ну, на самом деле, на манижу обрушилось большое количество хейта, и знаешь, к какому признаку? По национальному. Мол, как таджичка может представлять Российный Евровидение? С песней русской женщины. Мне кажется то, что страны все, которые участвуют, они не отправляют от себя чистокровных, например, там, сербов в пятом поколении, понимаешь? Мы же делаем упор на талант, мы делаем упор на голос. Легкая нотка расизма, конечно, у нас проскакивает. Если вот на этой только почве, мне грустно, на самом деле, от этого. Ну, не знаю, типа, это странно. Слушай, а как ты вообще воспринимаешь вот это вот ощущение твоей непохожести на всех, но если ты не похож, то ты автоматически станешь объектом вот такого отношения? Те, кто тебя не понимают, как они могут отреагировать? Слушай, ты знаешь, на самом деле, я такой человек, я каждому могу найти подход, и мне мой имидж, вот этот вот, да, такой вот, такого вот мальчика-педеса, мне он особо не мешает. Я могу общаться как с бандитами, так и с обычными, и с девочками, и с мальчиками. У меня нету какого-то такого, я просто, ну, как бы, я понимаю, где, как нужно себя вести. В каждом моменте должно быть определенное поведение. То есть нельзя так вести себя везде в стиле «Ой, Янка, привет!» в лицо сразу, понимаешь? Здрасьте, здрасьте, это моя программа, очень приятно. Нет, я приятно понимаю, где можно там слегка подматериться, где можно постоянно через слово, понимаешь? Я не могу в театре в большом прийти и сказать «Ой, нахуй, бабка, прости, подвинься, что ты здесь свои копейки раздрочила». Знаешь там, я, ну, разумеется, я так этого делать не буду, понимаешь? Ну что это такое? Я скажу «Женщина, пардоне, извините, подвиньте свой редикюль, я должен прямоститься на мое место 5-е А в партере», понимаешь? Ну как бы вот в чем разница, понимаешь, о чем я говорю? Я-то понимаю, а как ты пришел к этому вообще, вот по-честному? Методом проб и ошибок, да. Методом проб и ошибок я к этому пришел, я понял, что как бы все прикольно, все весело, все фуфано, как я всегда говорю, господи, прости, всю говно, кроме мочи, но нужно всегда понимать, как бы отдавать себе отчет, где ты находишься. Чтобы не думали, что, не спрашивали люди, прости, а почему он еще не в Кащенко, в чем его проблема, типа, знаешь? Чтобы люди понимали, что я в адеквате как бы, я здесь, я с вами, я не там где-то. Мне кажется, что главное сейчас произошло, когда Манижа едет от нас на Евровидение, это тот факт, что вот показательный был прошлый год, вот эта вся акция Black Lives Matter, когда многие наши артисты выкладывали вот эти черные квадраты и так далее. Но при этом многие говорили о том, что, ну, у них вот такая проблема есть, а у нас этой проблемы нет. И мне кажется, вот то, что происходит сейчас, это идеальный пример того, как действительно национальность играет роль в восприятии человека. Ну, вот ты видишь, у нас вот и бомбануло таким вот образом, и при этом, ну, уже пережила Манижа эту первую волну, она как-то с этим тоже уже смирилась, уже поехали дальше все. Ну, и Евровидение, по ходу, пьеса. Да. Итак, твоя оценка. Мне она нравится, я ставлю ей 10. Я так понимаю, что вы... Почему два вала еще не доставили? Что с костил-то? Потому что мне не нравится костюм, честно, не ее стиль. Она все-таки, мне кажется, у нее должен быть немножко другой имидж. Я имею в виду, в плане на сцене, она же еще и посола, ну, не посола, как это, я не знаю, как это правильно назвать. Посола по делам вертик. Да, понимаешь, она должна как-то, мне кажется, и это в себе тоже, как бы, сочетать, а не вот так просто. Короче, в Житковском живет Киркоров, я это уже поняла. Ну, конечно, я сегодня в его костюме, господи, в лучшие годы, конечно же. Ну, ладно, все мы все, по девочкам и по девочкам. Давайте молодых людей оценим. Давайте, поехали. Опен ап. Опен ап, ребят. Так умеешь? Я вот так не могу сделать резко, но мне тяжело. Блин, Леха Житковский, у него маникюр лучше, чем у меня, что за фигня? У меня уже двухнедельный, двух. Я так не могу тоже сделать. Так. Что сомнения вижу. Какая-то тень. Желтый цвет у меня, какой-то цвет меланхолии у меня. Нет такого? Желтый цвет. Как розовая кофточка для Филиппа. Нет, для меня это какой-то такой цвет, какой-то такой… Хочется красный цвет. Он такой вульгарный танец, хочется чего-то. Он еще и на каблучке. Приколись, да? То есть, походу, смело. Слушай, ничего, кстати, вообще такая… Это у них какая-то типа намек на Луи Виттон. Потому что у Луи Виттона была такая вот тема. Желтая с шашкой. А как тебе хореография? Понимаешь, это нужно сделать, чтобы это было вирусно. Но у них пока не получилось, мне не хочется повторить. А в прошлом году было вирусно. У них было вот это вот движение, которое делали все. Вот так вот. Вот это? Да. Слушай, ну я на самом деле по костюму странно. Это все потом может измениться? Нет. Нет? А, так и будет? Скорее всего. Скорее всего, у них не изменится. Скорее всего, так и будет. А если бы менять, то значит, первое, перекраситься в красный, туфельки оставить. Мне кажется, красные и туфли, да. Это было бы круто. Это было бы так, знаешь, он себя так активно подает, типа, не хватает страсти в цвете. Чувствуешь это? Чувствую, поэтому у меня тоже где-то что-то не шевелится. А в прошлом году, знаешь, как шевелилось? И знаешь, я вот смотрю на это, и мне как-то так вот, типа, знаешь, ни в рот, ни в жопу, как говорится. Я не знаю, как это правильно сказать. Не могу свои эмоции никак передать. Вот, короче, как-то вот мне что-то не хватает, что-то хочется. Хочется какого-то, знаешь, такого стиля. Если он на каблучках, стиля такого-нибудь верхней сердюшки, там, куда-нибудь, знаешь, налепить сюда какой-нибудь, там, не знаю, какую-нибудь хуимбалу, какой-нибудь, знаешь, как диско-шар. И он вот так вот делает, тут отражение. Ну, не знаю, хочется чего-то такого. Ну, в целом, слушай, песня… Не могу вспомнить даже песню, я был настолько ошарашен. Вот видишь? Желтый отвлек, да? И меня как бы вот… Вот я уже даже не могу запомнить песню. Ну, потому что она с первого раза не запоминает. Не запоминающимся ничего такого. Как интересно слушать мнение человека, который вообще не связан с конкурсом, с учетом того, что у фанатов «Февровидения» это один из главных таких фаворитов. Просто никто не смотрит, понимаешь, на это на все под другим углом. Мы очень хотели как раз пригласить людей, которые не в семье. И очень интересно такой запись. Например, моя бабушка не знает, кто это, предположим, и она бы смотрела, хаза бы на картинку, и она бы такая думала, блин, ничего себе, задумка и концепция. А здесь она увидит мальчика на каблуках, такая будет слегка в шоке. Скажи что? Да, такая, ой. Собственный мой внук не такой. На них нет. Знаешь, вот этот вот стиль. А европейская бабушка, ей же еще, там же не только российские голосуют. Понимаешь, голосовать-то будет не только российская. Я про свою, но мы же не в Европе. Слушай, а я бы прям хотела посмотреть на твою бабушку. Мне кажется, это угу-гу. Она душка. Угу-гу. Палец в рот не клади. По локоть откусит. Душка-душка. Ну ты же есть же в кого. Так, кого, кого. Подожди, оценка. Оценка, я говорю, сколько мы им поставим. А это твое решение. Давай поставим, давай поставим, знаешь, сколько? Ну вот за вот эту вот историю, это сложно. Ты можешь так сделать? Нет. Я тоже. Еще так быстро? Боже, он болен. Слушай, давай поставим, давай поставим 7. Не нашим, не вашим. Но это только за вот то, что мы сами с Лешей сделать можем. Парни, а у вас как с этим? Слушай, я не знаю. Мальчик, я в выпускок поставлю. Или вы не можете, поскольку вы должны держать нейтралитет? Нет, ну мы можем какое-то свое мнение высказывать. Но из того, что мы сейчас увидели, на мой взгляд, это пока самая песня с самыми высокими шансами. Если мы сравниваем все, что мы видели до. Слушай, на самом деле я не понимаю по какому опять же критерию, потому что вот упоро на голос. Я вот не знаю, по голосу все-таки оцениваю. Вот для меня это вообще, вот ты мне поставь эту вот историю на радио. Я вообще не понимаю, кто это. Мимо, скажи. Дэн Белэн этот или кто там это знает, кто поет, это непонятно. Но мы до этого посмотрели Сербию, Россию, Молдову и в принципе Россия и Сербия тут сложен с языком. У Молдовы сложно с концепцией. Просто каждый раз, когда они говорят, все говорят про Молдову, призрак Филиппа Бедросовича встает где-нибудь и так, ага, а я тебя запомнил. Да, да, на сцену выхода не будет. Слушай, не знаю, короче, я на самом деле надеюсь, что все поменяют концепцию в плане костюмов. Ну потому что пока что очень бедновато. Слушай, а у нас Евровидение в этом году пройдет каким образом? Как проходят всякие ковровые дорожки в стиле аудитория, ну не будет никто сидеть миллионами, да? Ну зрителей скорее всего не будет, возможно не будет, официально еще неизвестно. Но участники все будут там. Боже мой. Такой шанс прорваться туда по связям, знаешь, типа сесть там среди них, тебе же уже место дохуя. Боже, хочешь сядь на первом ряду, хочешь на последнем вообще, хочешь вообще где угодно. Чудесно, прелестно. Да, знаешь, просто есть еще маза, что вообще никто никуда не поедет. Потому что если будет позитивный ковид-тест у кого-то, то означает, что вместо артиста будет запись. Я не знаю теперь, как в Китае вообще будут ездить. Вы знаете, да, что у них утвердили мазок анальный на коронавирус? Я думала, это фейк, Леша. Это не фейк, я вчера читал опять же. Все думали, что это фейк, а нет. Я по новостям на первом канале видел. Значит, не фейк. Это официально. Нет, это официально. Дальше у нас вообще просто… Бомба. Вообще, Леша. Как хорошо, что ты от этого далек. От чего? Понимаешь как? Евровидение – это хоть и конкурс песни, но каждый божий год, иногда с нуля, какая-нибудь политическая бомба залетает и все такие вспоминают, что оказывается… Не только про музыку. В этот раз у нас это Беларусь. У меня сейчас трясти будет. Я научу тебя плясать под удочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я просто на самом деле мне не очень понятно, кому посыл этот. Вот. Нет, кому этот посыл – это посыл народа белорусского или же наоборот. Вот. Я не понимаю. Для меня это странный мотив песни. Этот мотив песни обволакивается в такую добрую подачу. В стиле, знаешь, я сажаю алюминиевый. Вот такой вот мотив. Чисто питерская тема. Цоевская. У них тоже на самом деле такой приятный, но непонятен посыл слов. То есть ты чувствуешь подбох. Я чувствую какую-то в этом подоплеку, но я не понимаю от кого кому. От народа к власти или от власти к другим властям. Понимаешь? Судя по тому, что участником является телеканал, а телеканал – это государственный, то, соответственно, я, например, это вижу как от власти к народу. Да даже не к народу, а как бы во внешнюю. Даже не к народу Беларуси. А мне кажется, это больше все-таки посылы к народу Беларуси. Я на самом деле смотрел, что люди не очень довольны. Это мягко сказано очень. Да, они написали, что мы вернулись в СССР или что-то такое, что они прям совсем недовольны, не понимают, почему именно это. Ну, короче, песня была выбрана закрытым отбором, с людьми не посовещались, и, соответственно, в какой-то момент Беларадио-компания показала вот это. И сказала, вот оно поедет. Соответственно, дальше слово за слово. Хуем по столу. Вот именно оно и произошло. И Европейский общательный союз не допустил эту песню к участию в конкурсе. Она агрессивная. По мнению организаторов, песни ставят под сомнение неполитический характер конкурса. Ну то есть ты провальчуешь? Ну вот это, это, в этом что-то есть. Потому что я научу тебя клевать на удочку, плясать под дудочку. Это очень агрессивно. Таксик, таксик. Давай теперь это обличим, обличим в какой-нибудь духас. Знаешь, я тебе говорю, представь себе. Я научусь! Знаешь, вот это вот, ты понимаешь, чувствуешь это? Это было вообще по-другому. Тут хотя бы логика была. Это был пиздец. А здесь они такие под алюминиевые огурцы подкосили, и нормально. Я вообще, на самом деле, проигнорировал эту ситуацию. Но поскольку надо что-то ставить и так невозможно, давайте поставим 4. Четверочка. Четверка, да. Голос хорошего мужчины. А главное, а главное, что человек вообще далекий от конкурса. Вот ты это почувствовал уже. Ну а как это можешь не почувствовать? Люди, видимо, рассчитывали, что не почувствует никто. Мне кажется, вообще тут ставка на это была сделана. Слушай, мне просто интересно. Вообще на Евровидение, вот когда ты идешь, да, например, вот ты идешь со своей песней. А ты обязан предоставить перевод этой песни для людей? Прикинь, вот я им это переведу. И ты такой… Непонятно даже, как это перевести. Как переводят, например, манижи? Я просто почему спросил, потому что я помню слова манижи. И мне непонятно, там такие есть… Харахорица. Совсем такие слова, которые как бы… Как это, блять, объяснить вот это вот типа… А давайте подумаем, как перевести слово харахорица. У меня нет вариантов. No comments, правда, харахорица. Харахорица. Show yourself? Я не знаю, что-нибудь такое. Да. Ну как бы есть еще подтексты, понимаешь? Да. Там очень много у нее сленга просто. Такого, на нашу молодежь настроенного. Поэтому я вот не понимаю, как они предоставят перевод этот. Да еще, ну чтобы контекстуально было понятно, что это о нелегкой судьбе женщины вообще в современном социуме. Да, да. Что было понятно? О нелегкой судьбе женщины в современном социуме. А тебе что послышалось, скажи мне? Нет, я еще раз послышал, потому что я думал, мы с тобой так болтаем, потом вижу, что умная мысль сказала. Что-то я умная залепила. Надо… Умную мысль сказала, надо еще раз, еще раз это послушать, что она сказала. Ты сейчас профильтруй. Да, да, да. Короче, дальше у нас Герма… Германия. Джендрик. Йендрик был. Йендрик, да. Он Йендрик. Тоже с интересным месседжем песня. Да, давай послушаем. Это стоит просто увидеть, да. Да, 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 да. Тоже без подводок. Где там у нас Йендрик? О боже. Так у них все… Такое. В стиле техно уже, знаешь, такое. Все как ты не любишь. Ой, мне уже нравится начало клипа. Это очередь чисто в постирышную. Смотри, вот они сразу же, что мне замечается… Смотри, они сделали упор в начале клипа на всех. То есть смотри, разные абсолютно национальности, разные религии. Сидит вот мальчик слева феминный, справа сидит… Ну, то есть понимаешь, да? Типа мускулиный. Мускулиный, да. То есть у них упор сразу же на всех. На доверсити такое. Да. Это здорово. Ну, видишь, девушка в костюме фака. Блин, мне нравится их клип. Это еще песня не началась. Это только начало… О боже, у него такая же гитара, как у меня обувь. Тебе дало? Это походу 10 сразу. Смотри Йендрик, как зашло то у тебя, бро. Слушай, ну в этом что-то есть. Это весело. Это весело. Имеется в виду, что хейтить могут все. И ты себе не представляешь, как этого парня захейтили тоже собственные же германцы. Ну, в смысле, жители Германии. Представляешь? То есть, видишь, там девочки брою выщипывали, а она типа за натуральность. То есть, видишь, уже это самое. Месседжи пошли. Да, да, да. Посыл, на самом деле, хороший. Вообще, в целом. Мальчика, которого в клуб не пустили, потому что он накрашен. Мне, кстати говоря, это тоже знакомо раньше было. Серьезно? Конечно, меня очень часто не пускали. Или вот видишь, ситуация такая. Какие-то дремучие времена описываешь, мне кажется. Слушай, ты знаешь, на самом деле, у меня лет шесть назад, семь. Ну, у меня сейчас, по-моему, такого нету, потому что меня знают. А до этого у меня было такое, я же ходил в клубы-то, куда ходят все обычные люди, скажем так. И меня, разумеется, охрана говорила, нет, он накрашенный мальчик, ему нельзя к нам. Мы не будем нести за него ответственность, если его убьют, типа, знаешь. Ну, там сели орехи всякие, но меня потом спускали, алло, папа. Вот, и это самое. Ну, ты да. А с другой стороны, я такая, знаешь, типа удивляюсь. Это в моем мире такого нет, но вообще, что такое есть, я в курсе, да? Конечно. Я поставлю ему тоже десять, потому что из… вот, да, десять и десять, мне нравится. Вопрос из зала. А чем мотивировали немцы свой хейт по отношению к Яндрику? Что это вообще такая странная песня, что это как будто саундтрек из Спанч Боба. Да, есть такое, есть такое что-то, да. Как же так? Мне кажется, на самом деле, что у этой песни есть шанс на победу, только потому что она затрагивает такие актуальные темы сейчас. Песня, понятное дело, я такую не танцевал. Понятное дело, знаешь, я представляю сразу какую-то Америку, я еду на старом форде или форде, там непонятно. Ну, о чем хочешь. Ты знаешь, коробка такая хуй переключаешься, знаешь, там 900 педалей, тут надо, тут это, тут фара не работает, ржавчина, срань. И я еду по полю, у меня здесь этот самый, знаешь, такой вот колосок во рту, шляпа ковбойская, да. Такая вот бахрома, знаешь, но только из замши, они из комбой. Ну, секси-мазафака, короче. Да, короче, такой стиль. Очки авиатора, 0 рублей в кармане. Давайте снимем такой клип, Яндрику, мне кажется, у него есть все шансы вообще. Вот я, короче, вот это вот из себя представляю, такую историю. Ну, понятное дело, что нет, я бы, конечно, не слушал ее в машине, не мое. Это кантри стиль. Да, можно? Ну, можно сказать, укулеле такой. Такой стиль кантри, вот он не мой. Такое, немножко. Да ладно? Мне кажется, тебе любой стиль подойдет. Да нет, я имею в виду, ну слушать машину, это не мой. Подожди, если ты, значит, не поешь в караоке, а танцуй, что ты подошел? Вот чтобы так оторваться. Я, слушай, недавно уже не танцую. Здравствуйте. Я уже настолько оттанцевался, я с 14 лет тусую, с 13, и я уже свое настолько оттанцевал, что мне просто, знаешь, как бы, я вот это уже, я думаю, господи, люди, как хорошо, что у вас еще есть силы, знаешь? Ну это ладно, я так думаю, но ты-то куда? Я уже так пью, сижу, на всех смотрю, я прихожу не тусоваться, я прихожу попиздеть. То есть с теми людьми, которых я 150 лет не видел, мы можем пересечься только в одном определенном каком-то круге, и мы там все как дела, еще не родила, вот это вот все, понимаешь? Ты сколько лет? Мне 24. А вот я так почему говорю в свои 42? Потому что мой психологический возраст в контакте, он, к сожалению, дает о себе знать. Я уже, знаешь, каждый раз посыпаюсь, я не чувствую себя на свой возраст, я чувствую себя раза в три старше. Мне кажется, что я уже просто, знаешь, пожил жизнь, я уже так устал от всего. Я думаю, господи, день не успел начаться, он меня уже заебал. Как же я устал. Это мой текст обычный. Я уже просто не могу, сколько осталось времени, сколько осталось времени. У меня в 8 вечера конец дня, типа, знаешь, я уже все думаю, конец. Вот, и я вот сейчас уже сколько, уже конец? Уже сейчас конец будет, да. Уже конец вечера, вот видите, я пойду туда опять. В люлечку. Нет, я выпью сегодня. Слушай, тут не мудрено после этого. Я выпью сегодня, да, выпью, закушу, встречу с подругами. Так, за кого я болею так? Ну я болею, понятное дело, за Россию, я же из России. Странно было болеть за кого-то другого, скажите. А мне очень нравится такой ход мыслей. И кого бы от России не отправили, Леша будет болеть за Россию. Правда же? Слушай, дело не в патриотизме, дело в том, что типа, а за кого еще? Странно жить в России и болеть за Францию, например. Ну грубо говоря, знаешь, типа, ну победила Франция, мы опять в жопе. Ну, блять, отлично, слава богу. Отличный день, отличный вечер. Спасибо всем большое, понимаешь? Ну странно, да, согласитесь? Это ты пол пресс-центра у нас таких там на Евровине, да. Ну да ладно. А у нас следующее вот это? Да, Норвегия. Fallen Angel, это про меня. Ты сейчас офигеешь. Патчи ангел. Тут такой Патчи ангел. Давайте посмотрим. Так, мне так нравится эта заставка. Всем нравится, всех дрожит. Слушай, а спонсор чего у нас? Мараканойл? Мараканойл? Да ладно вам. Прикиньте. Ой, господи, слушайте, выключили бы звук, я подумал, что какой-то русский певец. Вообще просто, да, вот так выключить. Ну просто русское лицо, посмотри. Даже Панайотова немножко похожее. Я не думала, вы тут кто-то. На Панайотова? Все, я окраска. Если вы знакомы, я не помню, как выглядит. Я дождался этого комментария. Нас опять захитит фаната Панайотова. Господи, я не понимаю, кого он мне напоминает. Он напоминает ли какого-то русского человека? Григория Лепса, мне кажется. Нет. А кого? Какого-то русского рыпака. Но у них сейчас у всех модно напяливать вот эти вот истории. Да, да, но. Вот кого не понимаю? Подожди, 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 подожди. Тифэс. Тифэс, точно. У него очень знакомое лицо. Слушай, какая у него задумка, что его черные ангелы терзают, а он белый стоит, а они такие типа, иди к нам. Он такой, нет. Нифига, ребята, такой. У него даже горёк. Платье как будто бы из первого клипа взял. Где три девочки были, да? Раздел сербских девочек? А это кто? Я могла себе это позволить. Чувака зовут Тикс. Он победил на норвежском национальном отборе и тоже вызвал волну хейта, потому что были люди, которые считали, что не он должен был победить. А кто? Там была группа Кайна такая, которая уже второй раз. Ну, короче, они уже ездили от Норвегии. Слушай, ну я тебе могу сказать, что песня такая очень, очень хорошо зайдёт всяким вот этим вот депрессивным девочкам. Знаешь, которая лежит такая. Меня бросил мальчик или я его бросил. Лежит такая. Там у неё Tokyo Hotel на сцене навешан. Знаешь, ещё и в прошлой жизни. Девочка из 2009. Девочка из 2009. Да, такая. И вот она такая лежит, понимаешь, такая в грусти, в наушниках рубилась, слёзы, глотает сопли, чтобы не сморкаться. Знаешь, этот вот стиль. Ну не знаю. И она такая вот fallen angel. Она такая вот, блядь, я fallen angel. Да, мне кажется, на самом деле, молодёжи очень зайдёт эта песня. Вопрос, смотрит ли молодёжь Евровидение. А думаете, не смотрит сейчас молодёжь Евровидение? Думаете, что это вот поколение определённое смотрит его? Сейчас 25 плюс. Мне кажется, ещё в России может быть, в зависимости от участника от нашей страны. Слушайте, Еврофаны очень все молоденькие. Очень многие молоденькие. Ну, Еврофаны — это… Это малая часть. Ну, это малая толика. Ну и что? Слушайте, мне нравится. Мне нравится песня. Она такая нежная. Визуалка, что-то не понимаю, почему под такую песню надо было как-то не знаю. Серьёзно включили, да, какого-то? Какой-то да, что-то непонятно. Щи какие-то очень. Что-то мне непонятно, но он точно растопит дамские сердца. Слушай, а под очками он страшненький? А есть вообще хоть фотки? Фотки под очков есть? Ну-ка, срочно гуглим. Выдаём ему шанс в будущем? Это важно, это важно, это важно, ребята. Слушай, чувак, хорошо, подумай. Слушай, не знаю, мне кажется, что это семь. Мне кажется, что это семь. Как жюри работать на Евровидении? Мне кажется, что это семь. Мне кажется, что это семь, да. Всё. Да, мне кажется, что это семь, нормально, семь ему нормально. Так, у меня топ-3, главное самому не забыть. Литва, Норвегия, Молдова и Манижа с Йендриком. Так, ну нормально, слушай. А ничего, мне кажется, на Вонгова. Да, пока прям хорошо. Думаете, что я не попал в просаг? В тот самый просаг, в который никто не хочет попадать. Слушай, ну вот ты погрузился в этот мир Евровидения. Какие у тебя впечатления? Впечатления волнительные. Думаю, на меня сейчас пообижается миллион людей. Начнется вот это вот, знаешь, в стиле «Боже, вы не с нами». Если вы не с нами, вы под нами, это отписка. Давайте ненадолго прервемся, позвоним нашему товарищу в Киев. Леня снимает реакции. Это то, что мы только начали снимать сейчас. Позвоним Лене, спросим, что как. И вы, может быть, обсудите с ним этот шорт-лист. Давайте, давайте наберем. Лень. Привет, Лиана. Привет, дружище. Слушай, помоги нам сделать Житковского фанатом конкурса. Я смотрю Лешу Житковского. Мне он очень нравится, поднимается это настроение. Я прям в шоке, что он сейчас вместе с вами. Ой, спасибо большое, как приятно. Такой у меня голос мерзкий на заднем плане. Я просто слушаю тебя и думаю, боже, как меня вообще терпят. Ой, спасибо большое. Что Житковскому понравилось больше всего из этого списочка, мне интересно. Мне понравилась Манижа, и мне понравилась Потенциальному. И понравилась Йендрик. Да, темы очень такие важные поняты. Но опять же, Евровидия — это конкурс песни, и клипа там не будет. А сама песня, мне кажется, у него очень такая слабенькая, но при этом веселая. Но это не уровень Евровидения. Ну, я уверен в этом, конечно. Только одна страна Литва у меня находится в топ-10. Я считаю, что только у группы «Заруб» есть шансы выиграть на Евровидении. И мне как-то удивительно, что тебе не зашла эта песня. Она же настоящий хит. Они такие веселые, фризантичные, яркие. Ну, кстати, вот с Лёней не соглашусь, соглашусь с Лёшей как раз насчет Германии. Потому что вот из всего этого списка как раз Германия для меня самая такая темная лошадка, которая, мне кажется, за счет вот этого месседжа и себя на конкурсе и покажет. Независимо от того, какой номер будет. А Манижа чем тебе понравилась? Вот песня на русском языке – это так необычно для России. Там тоже такие важные темы. Мне Манижа нравится вообще с точки зрения своей философии к жизни. Мы с ней болтали в «Клабхаус». Она такая очень простая девочка. И вообще такая, знаешь, она такая без какой-то звезды во лбу. Мне вот тоже Россия, в принципе, очень нравится. И я расстроен, что вот в рейтинге «Европана» есть такое приложение классное. И там Россия на 21 месте из 36 стран сейчас. Получается, у России даже есть возможность не пройти в финал. Представляешь? Ну это еврофаны, это очень маленькая аудитория. Слушай, ну на самом деле, у России, может быть, вообще мы, может быть, не попадем. Потому что, знаешь, у нас сейчас такая ситуация нестабильная. Поэтому, да, как бы тут вообще непонятно, как это будет. Поживем, увидим, посмотрим, нам еще до мая, слушай, срать и ехать. Еще два месяца. Привыкай, Лень. Навели мосты любви и дружбы, Лень. Были рады с тобой поболтать. И очень крутое шоу, не останавливайте. Всем пока. Спасибо. Чао-чао. Спасибо, Леонид. Ну тогда да, будем смотреть на первом канале. И вы, друзья, смотрите и пишите мне, что вы думаете, кстати говоря, на тему моих мнений. Это был наш первый опыт показать клипы «Евровидение» человеку не из «Евровидения». Мы вообще далеко от этого. Мне кажется, у нас все получилось. Welcome, Лешечка. Спасибо большое, Ян. Друзья, не встречайте на меня, если что было не так. Люблю, целую, пока-пока. Самый позитивный Житковский ever. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!